Друзья, давайте поможем Максу в развитии его канала. Он поставил цель к Новому году тысячу подписчиков. Мы ее довольно быстро набрали, теперь он хочет две тысячи. На его канале вы увидите разбор, тренировок и питание, а также получите нереальный заряд мотивации. Также Макс снимает свою повседневную жизнь, где он ставит цели и достигает их. Ссылка в описании. Так, Саня, лампа видна, розетка видна, все нормально в кадре, мы начинаем. Всем привет, друзья! Всем привет! Мы посмотрели зарубу Шреддера, Сукукотского, Столярова и Вайтенга. Так что у нас для вас эксклюзивчик. У нас эксклюзив, как всегда! Вечерний морис! И девицу под окном хайп ловили вечерком. Хайп ловили вечерком, да. Мы ловим хайп, конечно, как и эти все ребята, потому что ничего плохого в хайпе нету. Итак, друзья, сразу же начнем с того, что ребята жали все без всяких жимовых маек. Да, то есть все происходило по-прежнему. Да, без всяких там каких-то штук, которые помогают жать и так далее. Юрка даже жал, у которого, видимо, рука уже прошла, без своей вот этой какой-то там, не знаю, поролон какой-то был, да еще что-то замотано. Короче, без всего жали все нормально, все по-честному. И что у нас получается? Еще есть, конечно, такая новость, кто не знал, у Игоря Вайтенко и у Шреддера перетренд, потому что они, видимо... Да, они тренировались, во-первых, все это время. Они, видимо, бомбили специально, готовились там. Игорь выполняет там челленджи еще свои какие-то к Новому году и так далее. Тем более, если вы посмотрите их канал, можно точно сказать, что они тренировались и все это время, то есть они выпускали видео. Да, да. Так что и плюсом эти зарубы, ребята, уже это такая уже треть... Они первый раз делали оригинальный ролик, потом уже была первая заруба, сейчас вторая. Конечно, они перетендуют. А это, конечно, устаешь очень сильно, когда так долго больно на одном и все, конечно. Вот, нужно сказать, что Шреддер жал 112,5 килограмм. С чего мы вообще в шоке, потому что там было также еще Столяров. Столяров был. Но только он весь... Юрка был, они примерно втроем в одинаковом весе, 95 где-то. Но жал только Шреддер, все остальные жали почему-то столько килограмм. Это странно, но, видимо, Шреддер самый крутой, за это и мой респект в любом случае. Следующее, это в итоге Столяров вышел первый. Я на самом деле не ожидал. Я все в шоке был. Да, Столяров просто машина, огромный респект ему тоже. Потому что, когда у всех было 80-70 повторений, у Столярова было уже 110. Он в последнем подходе сделал 14 повторений. Я думаю, он уже закислился полностью и оп, и он сделал. Вот это было неожиданно на самом деле. 14 повторений! Я просто офигел. Игорь там в конце уже 4 еле-еле выжимал. Это 14, как танк, просто бам-бам-бам-бам. Следующее, как я и сказал, что у Игоря и у Шреддера уже очень плохо шло под конец. Там были где-то по 3 повторения. Да, 5 подходов, последних где-то 3 повторения еле-еле выходили. В общем, даже был момент, когда Столяров сказал Игорю, что давай, ты сейчас сделай. Четвертое, да. Еще четвертое повторение, а он уже просто в отказ ушел. Игоря зажала. Да, он уже не смог даже немножечко отжать. Но это как бы понятно, он закисывался очень сильно. Да, ну вот такое вот дело. Естественно, вторым вышел Юра. Тоже, кстати, удивительно очень, потому что тогда он вообще вылетел. Ну, в тот раз окей. Он все-таки сосался, потому что у него рука была. Ну, прикол-то видишь, в чем он закисывался. У него мышцы забились, он сам сказал. В тот раз, да. Ему не хватило выносливости. В этом он сам признался. Но, видимо... В этот раз он не стал, как в тот раз. Да, видимо, он тренировался в этот раз и все размеренно делал там, да, то есть по 5-6 повторений, а не так, как 10 раз, 10 раз уже, и потом сдох. Вот. В этот раз все нормально было. То есть Юрка тоже красавчик. Занял второе место, получается. За что ему тоже респектоз. Вот. То есть он набрал сотку Юрка, когда у Войтенко было 91 повторения, и у Шреддера 89. Шреддер отставал, конечно. Видно было, что у него там перетрен идет жесткий. И, ну, такой уже, знаешь, кисленький весь такой был уже. Как будто сейчас умрет. Ну, вот самое интересное, я думаю, скорее всего, остальные начнут опять прикапываться к этому в первом же видосе. Ну, я думаю, что все это из-за перетренов. В первом видосе, когда Игорь жал только со Столяровым, до всей этой ситуации, они пожали 100 на 100, даже на 102 повторения за 19 подходов. Или там то ли 19, то ли 18. А в этот раз на 20 подходе у Игоря было только 91 повторение. То есть он пожал, я думаю, там сколько, 23-24 повторения. Ну, да, где-то так. А прикол знаешь в чем? Что когда они жали со Столяровым только, то Столяров так не бомбил, как он тут бомбил. Ну, да. У меня такое ощущение немножко, может, он поддавался. Мне так. Все-таки разница с весом. Во-первых, Игорь был изначально такой, как домашний тренов. Игорь 78, да, весит, а Столяров 95 где-то примерно. Блин, больше 10 килограмм. То есть огромнейшая машина, блин, такая. И когда они жали 100 на 100 вместе, ну, вдвоем только, как бы, Столяров примерно на уровне Игоря жал. В этот раз он просто как машина 14 повторений в самом конце. Представьте, мышцы забиваются, там невозможно уже и 5 сделать, он 14 выжал. Либо он в тот раз решил на первую зарубу не прижать и готовился все это время. Либо просто первый раз изначально, когда они жали с Игорем, может, он немножко попался. Возможно, он готовился, да. Ну вот, в конце еще можно сказать. Столяров занял первое место, Юрка занял второе, Игорек третье и Шреддер четвертое. У Игоря, естественно, видно было по лицу, что он тоже перетренировался. Было ему сложно очень, как и Шреддеру, в принципе. Да, конечно, он уже закисывался. Да. Шреддеру респект за то, что он все-таки делал больше всех. Да, при том, что у двух оппонентов также был вес такой же, как у него. Он красавица. Игорю респект за то, что он опять пришел на зарубу. Занял третье место с огромными танками 95-килограммовыми. Мы бы с Саньком, так я думаю, не смогли бы 100%. Я бы тем более. Мы бы умныли вообще. Да, мы бы там умерли на пятом подходе. Вот. Но будем надеяться, что это не будет продолжаться, что этот видос уже решит все наконец-то. Все перестанут говорить про жимовые майки, придумать какие-то повторения уже. Согасятся, что все молодцы, все фитнес-блогеры, все одна тусовка. И нет смысла друг на друга нагонять. Абсолютно нет смысла. Поэтому, друзья, я надеюсь, вам понравился наш отзыв. Ну, как и сама заруба. Да, как и заруба, в принципе. Кто смотрел, тот понимает, о чем мы говорим. Кто не смотрел, вот вам маленький обзорчик от нас. Рассказали в краткости. В краткости. В краткости. В краткости. В наты. В краткости. Учителя английского нормально. Если что, то говорим по-английски. Да, да. Вот, короче. Подписывайтесь на наши инстаграмы. Тут будет инстаграмчик Санька. Тут мой будет где-то. Магия. Все. Пишите, какую тему хотите, чтобы мы обсудили еще в комментариях. В вечернем морюсе. И... Всем спасибо за просмотр и пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок